Валерий Курас Снеги Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Много людей живет на земле, и над всеми неусыпно бодрствует Господь. Всех желает Он спасти, но особенно помогает тем, у кого честная и кроткая душа. Давным-давно, в конце пятого века, родился в Сирии мальчик Роман. С виду ничем не примечательный, даже грамоты в детстве он так и не освоил. Но было у него потаенное сокровище, которое носил он не за поясом, а в своей груди. Вы уже догадываетесь, что речь идет о его сердце. Да, сердце у него было чистым и светлым, а к тому же и очень восприимчивым ко всему доброму и возвышенному. Поэтому, наверное, больше всего времени проводил он в храме. Здесь его все радовало, и красота богослужения, и тихая умиротворенность, которая чувствовалась во всем. А особенно, особенно любил он церковное пение. Но вот беда. Хоть и был роман грекам по происхождению, а многих слов из протяжных, греческих, красивых песнопений не понимал. И обратиться к кому-нибудь за разъяснением не решался. Ведь с малых лет был он нрава весьма скромного и боялся докучать людям. Смиренно зажигал он и гасил светильники. Иногда помогал и звонарю. И все-таки желание научиться петь на греческом языке в нем не угасало. Вероятно, поэтому и переселился он в столицу империи, в блистательный Константинополь. Жизнь большого города поначалу его смутила. Уж очень много было напускной роскоши. Но потом нашел он верное средство, как не видеть всего этого показного блеска. Поселился близ церкви, построенной в честь Пресвятой Богородицы. Начал служить в ней алтарником. Работы у романа было так много, что едва замечал он, как пролетал день. Впрочем, это его и радовало. Меньше праздности легче не согрешить, говорят на Востоке. Город рокотал где-то за стенами, а в храме было тихо и уютно. И что интересно, этот храм любил посещать сам Константинопольский патриарх. Вскоре приметил он усердного алтарника. И пригласив его в собор святой Софии, благословил быть своим главным помощником в алтаре. Повышение состоялось. Но только принесло оно роману больше скорби, чем радости. В соборе было несколько весьма надменных чтецов и певчих. Они нередко обижали романа, называя его неучим. Однажды патриарх поставил его на клирос, чтобы роман слушал песнопения и хоть что-то запоминал. Это ужасно не понравилось певчим, которые даже возроптали на патриарха. Невежду ты поставил наравне с нами. А потом и вовсе решили высмеять романа перед всем народом. Наступал праздник Рождества Христова. Певчие потащили романа на амвон и громко скомандовали, а ну-ка пой вместе с нами. Но от смущения роман не мог промолвить ни слова. Да и петь он, конечно, не умел. Кое-как отстоял службу. А когда собор опустел, то пал он на колени перед иконой Пресвятой Богородицы и, обливаясь слезами, просил Царицу Небесную научить его грамоте и пению. С тяжелым сердцем побрел роман к себе в дом. Там ненароком забылся он легким сном и узрел чудное видение. Явилась ему сама Пресвятая Дева. В руке держала она свиток. «Возьми и съешь», — повелела она. Роман без особого труда проглотил Хартию и в тот же миг проснулся. Первое чувство, поразившее его, было то, что он знает грамоту. С трепетом открыл он Святой Евангелие и начал его читать и понимать. Но на этом чудо не кончилось. Ощутил роман в сердце движение, словно забил там какой-то светлый родничок. И сами собой вдруг полились из его уст слова прекрасных песнопений, да то ли неведомых. Целый день провел роман, записывая их на пергамент. А когда настал час всеночного бдения, то вышел он на Амвон и пропел такую дивную песнь празднику Рождества, что все в соборе были изумлены и сразу нарекли романа сладкопевцам. Вот какое чудо сотворил Господь с кротким юношей, которого церковь прославила как святого песнописца. Много славных песнопений излилось из уст, а лучше сказать, из чистого сердца романа сладкопевца. Они и поныне звучат в наших храмах. Слушая их, будем чтить и благодарно помнить святого романа сладкопевца. И да хранит нас Господь, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова